Друзья, всем привет! И снова с вами Станислав на канале Шустребом. Сегодня хочу поделиться обалденным вкусным рецептом фаршированных перцев. Как я это готовлю? Сейчас все увидите. Ну что, начинаем готовить. Приступаем к нашим овощам и, конечно же, приготовлению вкусного фарша. Первым делом занимаемся луком. Вернее, занимаемся фаршем, но лук нам нужен как раз для фарша. Нарезаем очень мелко. Лук нарезали и отправляем к фаршу. Так, у меня здесь говяжий фарш с жирком обязательно. Одна луковица, ну скажем так, крупная. И пол чайной ложки черного молотого перца. И отправляю примерно чайную ложку без горки соли. Рис уже хорошенечко промыл. Рис беру круглый. Здесь у меня примерно 100... 90-100 грамм. Это пропорция именно на 400 грамм фарша. И хорошенечко это все перемешиваем. У меня уже на канале есть фаршированный перчик. Там также очень интересный, обалденный рецепт. Но сегодня я готовлю что-то вроде похожее и на первое блюдо, и на второе. Сейчас все увижу, увидите. Не хочу заходить вперед. Конечный результат просто обалденный, ребят. Стоит попробовать этот рецепт. Он реально превосходный. Этот рецепт можно приготовить как на плите, так и в духовке. Я готовил на плите и готовил в духовке. В духовке получается намного вкуснее, намного нежнее. Сам вкус обалденного вкусного фаршированного перца. Итак, смотрите. Если будете готовить на плите, рис лучше солить кипятком. Чтобы он немного быстрее сам по себе приготовился. Когда будете готовить, как я, в духовке, его запаривать не нужно. Даже варить его не нужно до полуготовности. Отправляем в сын. Просто промыли, отправили в фарш. Все, больше никаких здесь нюансов нет. Готовим именно вот, если будете готовить как я, готовьте вот именно как я. В духовке, все как положено. И тогда у вас не будет никаких лишних вопросов. Фарш готов. Отлаживаем в сторону. И занимаемся чисткой. Перца. Вынимаем семена. И уже пальчиком выбираем белые бока. Стеночки такие есть в перце. Их нужно выбрать. Все, и отправляем нашу начинку в перец. Все, отправил в удобный казанчик. С перцем мы закончили. Теперь начинаем с начинкой, дополнительной начинкой к нашему перцу. Так, смотрите, у меня здесь прям набор для нашего вкусного, скажем так, бульона. Это две помидорки, луковица крупная, головка чеснока, одна морковка и одна картошка. Сейчас это все нарезаем вот такими вот кругляшками или слайсами. И отправляем морковку к перчику. Луковицу на кольца. Чеснок на две части. Никогда не отправляйте чеснок целыми зубчиками. Лучше надрезать. Он так быстрее дает свой аромат и вкусовые качества. Картофель разрезал пополам. И потом вот на такие тоже нарезаем. Некрупные, вернее, можно сказать, даже крупные слайсы. Картофель также отправляем в казан. Ну что, остались только помидорки. Нарезать. И, в общем, все. Режем просто на вот такие вот дольки. Осталось присолить и залить кипятком. Заливаю кипяточком. Чуть не забыл. Отправляю мороженый лук. Желательно, конечно, свежий. Ну, у меня есть вот такая вот заготовочка на зиму. Отправляю мороженый. Отправил на плиту и доводим до кипения. Доводим до кипения. Пробуем на вкус, на соль, на перец. Добавляем нужные специи. И потом накрываем любой тарелкой. Прижимаем все наши овощи, чтобы они не всклывали и томились. Выпекать буду в духовке при температуре 160 градусов примерно полтора-два часа. Все, отправляем тарелочку сверху. Прижимаем аккуратненько. Все. Духовочка у нас в это время должна быть уже разогрета, ребят. Сверху накрою фольгой, чтобы не заляпать при кипении всю духовку. А то придется самим же и отмывать. Поэтому накрываем фольгой. Ну вот и все, друзья. Фаршированный перец с очень вкусным бульоном готов. Я уверен, кто будет готовить вместе со мной, очень понравится на самом деле. Очень необычно и очень вкусно. Готовьте вместе со мной. Я с вами прошу до следующего видео. Не забывайте подписаться. Кто не подписался, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Я с вами прощаюсь. Пока. Не забывайте ставить лайки и делиться этим рецептом с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok